После первых осенних дождей у лесополос возле проезжих частей появились и торговцы грибами. Многие собирают свежий товар в лесу. Сами они заверили нас, что предлагают покупателям только съедобные грибы. Но мало кто смог объяснить, как отличить хорошие от плохих. Специалисты призывают не покупать грибы у торговцев без авторизации, а желающим прогуляться по лесной чаще в поисках изысканного лакомства рекомендуют соблюдать некоторые правила. В поисках излюбленного многими лакомства ранним утром мы отправились в заповедник Кодры Молдовы. Сопровождал нас грибник с многолетним стажем, доктор наук Михаил Назаров. За долгие годы грибная охота превратилась в настоящее хобби. Об этом член Академии наук даже написал книгу. По словам Михаила Назарова, золотое правило во время тихой охоты одно. Если гриб кажется подозрительным или неизвестным, лучше его не трогать. Ядовитые виды отличаются по резкому запаху и специфичному привкусу. Надо, разрезав ножку, лизнуть и сразу же выплюнуть. Глотать ни в коем случае нельзя. Но когда вы почувствовали горечь после того, как вы лизнули, это говорит о том, что гриб несъедобный, гриб ядовитый. Различить плохие от хороших можно и по внешнему виду. У ядовитых грибов заостренная шляпка. Обратить внимание стоит и на цвет. Вот мы его разрезаем и видим белую мякоть. Если же мякоть желтого цвета, такой гриб надо выкидывать. По словам эксперта, не нужно охотиться за каждым грибом, а обращать внимание на места, где они обычно растут. Вкусные и богатые протеинами белые грибы, которые также называют боровиками, как правило, растут в дубовой роще, в местах с повышенной влажностью, покрытых мхом или шайником. Здесь же мы повстречали и эту пожилую женщину. Она собрала целое ведерко грибов. Говорит, что даже самый опытный грибник должен собирать их с особой осторожностью. Днем на трассе по дороге Варгеев мы заметили несколько торговцев. В это время года спрос на такой товар говорит сам за себя. Почти каждый час приходится ходить в лес, чтобы наполнить ведерко. Правда, ни один из продавцов не смог нам гарантировать, что эти грибы можно употреблять без опаски. Эти хорошие, и эти тоже. А как вы их отличаете? Мы их знаем, и ядовитые не срезаем. А как отличить от ядовитых? Те остаются в лесу. У нас тоже есть дети. Мы не можем травить народ. Торговля грибами спасает, когда денег едва хватает на продукты. Пенсии мизерные, зарплаты не покрывают расходов. За грибами приходится ходить. Нет хорошей жизни, признались наши собеседники. Пришла продать одно-два ведерка. Заработаю на хлеб. Пенсия у меня 500 леев. Как оплачивать счета? Специалисты рекомендуют не покупать грибы в местах без авторизации и не доверять сомнительному товару. Только за прошлую неделю по всей стране почти полсотни человек отравились грибами.